Сегодня у нас в гостях заведующая дошкольно-школьным отделением Видновской клинической больницы Светлана Глоба. И мы поговорим о детских профилактических осмотрах. Светлана Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. Для начала давайте поговорим, насколько вообще важна профилактика в медицине. Ну, медицина России издавна славилась тем, что очень была развита профилактическая медицина. Это началось еще с 20-х годов, когда формировалась профилактическая модель Симашка. Ведь любое заболевание проще предотвратить, чем лечить потом уже заболевшего человека. Это и дешевле обходится, и для организма функциональные нарушения восстанавливать проще, чем восстанавливаться после заболевания. Поэтому сейчас очень большое значение придается профилактической медицине, причем в новом ее формате, в цифровизации. Происходит цифровизация всех, скажем так, участков здравоохранения. Это и профилактические прививки, и различные справки, и истории болезни ребенка, и карта номер 26. Профилактическая медицина включает в себя проведение профилактических осмотров и проведение вакцинации. Профилактические осмотры – это система мероприятий, которые позволяют выявить различные хронические заболевания на разных стадиях или функциональные нарушения организма. Профилактические осмотры проводятся по приказу 514-Н, это профилактический медицинский осмотр несовершеннолетних. В этом приказе оговорено, кем и когда будет проводиться профилактический осмотр и порядок проведения. Светлана Александровна, мы даже в своем эфире часто говорим про диспансеризацию для взрослых. Что касается детей, насколько регулярно необходимо проходить эти профилактические осмотры? Профилактические осмотры необходимо проходить еще с внутриутробного развития ребенка. Мама ходит к гинекологу, ее осматривает акушер-гинеколог, дает различные рекомендации, следит за состоянием маленького ребенка внутриутробного. Когда ребенок рождается, уже в первый месяц начинается осмотр ребенка, на котором педиатр может увидеть какие-то изменения, назначить дополнительное обследование или дать рекомендации маме. До года профилактические осмотры проводятся ежемесячно, с года до двух, один раз в квартал, то есть раз в три месяца, и с двух лет профилактические осмотры проводятся ежегодно. Все данные вносятся в электронную медицинскую карту ребенка. Каждый возраст осматривается своим набором специалистов и проводится инструментальное обследование согласно возрасту ребенка. Например, в 4-5 лет ребенок осматривается педиатром, стоматологом, а вот в 6 лет углубленное обследование, которое включает УЗИ внутренних органов и почек, анализ крови, мочи, электрокардиограмму, УЗИ сердца, то есть эхокардиограмму. И осмотр множества специалистов. Хирург, окулист, невролог, лор, стоматолог, педиатр. То есть ребенка изучают со всех сторон. Скажите, пожалуйста, чтобы пройти эту длинную цепочку врачей, необходимо изначально прийти родителям к педиатру. Правильно? Чтобы пройти длинную цепочку врачей, неорганизованному ребенку, то есть ребенку, который не посещает учебное заведение, нужно прийти к педиатру. А вот организованному ребенку, ребенку, который посещает детский сад или школу, врачи, обследования, приходят прямо в учебное заведение. И этим уникален проект «Школьная медицина», который запущен в Ленинском районе с 2022 года. То есть относительно недавно это появилось? Относительно недавно врачи выходят в школу, в сады, осматривают детей. Врач-педиатр делает заключение о состоянии здоровья ребенка, выставляет ему группу здоровья и физкультурную группу. А в связи с этим появились ли какие-то изменения в законодательстве, здравоохранении или в каком-то другом? Да, 13 июня был принят федеральный закон 256-й о внесении изменений в федеральный закон об образовании и федеральный закон о здравоохранении. В этом законе говорится, что дети допускаются на физкультурную группу только с учетом того, что им выставлена соответствующая физкультурная группа. Поэтому пройти профосмотр обязательно нужно и важно для того, чтобы ребенок мог посещать уроки физкультуры в школе или в детском саду. Это связано с большим риском здоровья для детей. Ни для кого не секрет. Это появляется в средствах массовой информации, что многие дети, несмотря на то, что им запрещена была нагрузка, посещали уроки физкультуры, это закончилось плачевно. Чтобы нам сохранить наших детей, принят был этот федеральный закон. Ну и опять же, как мы уже обсуждали, что любое заболевание легче предупредить, чем его потом лечить. Совершенно верно. Большое спасибо за то, что пришли к нам и за эту ценную информацию. Я напомню, что у нас в гостях была заведующая дошкольным отделением Видновской клинической больницы Светлана Глоба, и мы говорили о детских профосмотрах.